буэнос друзья сегодня мы с вами решим одну проблему на канале очень часто я получаю комментарии что люди не могут запустить ботву через сэму и также я слышал такой комментарий что ему дек обновился и теперь там все по-другому что там очень сложно настроить steam ром менеджер и все в таком духе поэтому сегодня мы с вами прям в реальном времени попробуем все это сделать у меня что у меня есть у меня есть сама игра да я еще их не вытащил сейчас пока будем вытаскивать их из архива пойдем устанавливать ему дек распаковка будет длиться довольно таки долго ну как бы вот процесс запущен идем с вами в браузер пишем здесь эмадек идем на официальный сайт чё за хренья так жмем кнопку download и скачиваем эмадек инсталла все эмадек у нас качался скачивается он папку даун вот тут у меня выше всякой херни надо теперь этот но теперь эту программку вытащить на рабочий стол мухи отлично открываем и кликаем на инсталлятор continue что друзья если вдруг у кого-то такая проблема видим то что при нажатии на установочник ничего не происходит то есть не скачивается как будто бы идет запрос на сервер эмадека и мы не получаем никакого ответа что же делать таком случае то нам надо идти обратно на официальный сайт эмадек кнопка download вот мы видим кнопку по которой мы скачали наш установочник но у нас ничего не происходит поэтому идем ниже и жмем на гитхаб здесь мы видим программку дэму дэк идем релизы выбираем нашу последнюю естественно и скачиваем source код либо в зипе либо в тарика хотите я скачал в зипе в тари то есть разархивировал и теперь отсюда мы можем установить ему дек чтобы не ждать спускаемся до install правая кнопка мыши properties permission ставим из экзекьют и был здесь не было галки и нажимаем экзекьют отлично как видим у нас все запустилось есть два мода easy мод и кастом мод то есть easy мод мы нажали все установилась кастом вот мы выбираем что хотим выбираем его жмем continue устанавливать я буду естественно sd-карту и вообще всем рекомендую ему дэк ставить на sd-карту я не знаю как работает эта версия но предыдущая версия имела свойство не запускать игры установлены установленным ему дек на внутреннюю память поэтому я выбираю sd-карту next естественно steam deck и выбираем что нам надо то есть я сначала все подключаю то есть то что сереньким это мы не устанавливаем все что ярким это мы устанавливаем на данный момент мне нужен только сэму эмулейшн station обязательно и и и и и и и все continue никакие конфигурации у меня нет поэтому я все отсюда убираю не ничего обновлять не надо но на всякий случай потому что программа имеет свойства как-то хрен знает как ставится я здесь выберу цему обязательно выберу steam rom-менеджер и эмулейшн station все мне больше ничего не нужно жму continue выбираем как у нас будет выглядеть наш эмулейшн station пусть будет эпик номер все почему-то было пропущено всякие там разрешение вся эта херня ну и хрен с ним принципе теперь она показывает что у нас будет установлена то есть сэму видите да ему декуил install simul steam rom-менеджер и эмулейшн station также он нам обновить конфигурации которых у нас нет но пусть и почему-то он везде четыре на три выбрал как о бэк не ясно охрен то там пофиг вообще все финиш теперь ждем пока у нас все установится отлично установка у нас завершилась жмем добавить игры скип это все нам не особо пока нужно поэтому мы что тут есть settings менеджмент лет короче все что нам не нужно все мы видим да что у нас поменялся значок закрываем ну что друзья продолжаем настраивать я забыл сказать что я все-таки бросил игры в ром и рома то есть view ромс и вот мои две папочки нам нужно запустить steam room manager как всегда я Universidad ничего не меняется теперь тут нам нужно выбрать то что мы хотим я выбираю на встреча естественно а вот насчет in dnw сэму rpx parton врубаем превью парси все у нас все появилось но у нас ему версии 2 и 0 стоит это сразу так ставит ему дек она у нас не запустится поэтому перед этим нам нужно откатить версию сэму мы идем поэтому менедж эмулейтус апплейт идем апдейт и и эмулейтус апдейт 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 и мэйдж выбираем здесь все галочки и выбираем только симу протон окей и теперь мы видим версии то есть вот эту версию нам ставит сразу же ему дек нам нужно 126 выбираем жмем окей все все у нас сохранилось голбек закрываем и идем сэму 126 все отлично игра у меня сразу же добавилась как ее добавить все никаких проблем абсолютно почему она сразу добавилась потому что она лежит у меня уже в роме когда я в эму деке зашел в steam ром менеджер выбрал вот здесь nintendo view протон видите включил превью испарсил он мне сразу нашел потому что у меня это игра лежит папки ромс то и потом если вы откроете отдельно приложение сэму он здесь должен появиться если у вас здесь не появляется нажмите правую кнопку мыши refresh геймлист он обязательно появится все когда у вас появился появилась игра у вас от этой 208 версии естественно не будет вам нужно будет нажать файл install game title и выбрать наш dlc мы помним что он лежит у нас в папке эмулейшн сейчас я выйду до конца эмулейшн ромс идем вью ромс dlc мета и выбираем мета xml open и он у вас установит dlc чтобы подключить моды нам нужно идем так часть график пакс options график пакс жмем здесь не будет этого жмем download latest community график пакс он сюда их закачает и здесь вы уже можете выбирать что хотите по настраивать что хотите этими заниматься сейчас точно не буду ну и проверьте какой у вас input какие настройки input settings не забываем что контроллер dcu он может не сработать когда у вас нет интернета выбирайте x input все у нас все настроилась версия у нас какая надо мы откатили игра у нас закинулась мы ее обновили dlc накинули мода если надо включили save to steam не знаю нажал нет нажали и выходим так еще нам осталось для успешной игры сделать русский язык в эмуляторе идем протон протон симу general settings russian делаем restart видимо сами делаем restart все у нас на русском так мы с вами включили русский язык и еще что нам надо сделать это включить языки консоли сделать тоже русский давайте перезагрузим проверим чтобы у нас все работало и попробуем запустить еще раз отлично все у нас стало на русском языке как видим да можем закрывать и переходить гейм мод все друзья идем в гейм мод добро пожаловать в гейм мод как видим все у нас определилась давайте не будем ждать сразу запускаем отлично жмем продолжить тилища загрузить отлично все у нас заработала все прекрасно фпс как обычно с 20 до 40 но я не буду сейчас особо вникать настройки производительности потому что эту игру я играл записывал записывал и записывал и записывал установку давайте подведем итог что изменилось с выходом новой версии мудак ни чего действия все те же самые что нужно сделать нужно установить мудак естественно когда вы будете устанавливать обязательно ставьте симу и steam room manager на установку в первом шаге когда вам будет написано что установить steam room менеджеры не будет не не знаю почему во втором шаге когда будет написано обновление конфигурации убираем все ставим только то что вы выбрали в предыдущем шаге какие эмуляторы и не забываем ставить steam room manager иначе у вас его не будет и вы ничего не сделаете дальше необходимо игру необходимо игру закинуть в ром то есть как только вы установили ему дек появляется папка эмулейшн и настоятельно рекомендую устанавливать ему дек на sd-карту не ставьте и на внутренний диск не знаю почему но на steam деки вот большая я не говорю что точно всегда и у всех нет у кого-то и работала но я лично сам делал тест правда на предыдущей верней версии ему дека сначала установил на sd-карту у меня все прекрасно работало вот с этой же игрой кстати она какая-то это а потом все удалил у кого-то в группе по моему произошел сбой что он поставил ему дек на внутренний диск у него просто парсеры пустые были то есть ничего не было я думал сначала что это все как-то криво установлено что ли ну мало ли взял удалил ему дек поставил на внутрянку и все и ничего не заработала на самом деле поэтому устанавливаем ему дек на sd-карту если у вас нет sd-карты ну тут уже только вот знаете шанс как бы мои тут полномочия все далее установили ему дек на sd-карту подключили что-то не дэнда вью чтобы он отображался у вас систем ром эмуляшн стейшн если вам надо ну и какие вам еще будут нужны эмуляторы жмем превью и сейф стим там не помню как это кнопка называть ну видите ее сложно не увидеть все отлично закрываем ему дек открываем теперь на рабочем столе симу и и видим что у нас версия 2 0 экспериментальная там какая-то там ему дек ставит только эту версию он не будет он ставит старую версию поэтому мы опять закрываем симу идем в ему дек это показывал посмотрите еще раз там есть менедж эмуляшн это единственное что изменилось со старым эмулятор со старой версии эмулятора старой версии эмулятора ему дек это называлось там tools and став по моему то есть туда мы заходим и там можно вот проводить апдейт или наоборот откатывать версии тут это называется менеджер менеджер эмуляторов ну хрен с ним захотели так называть и ладно и там не нужно выбирать симу ничего не добьетесь ли выберите там симу там нужно выбрать именно эмулейшн как-то там самая первая короче плитка на видео есть и там уже вы убираете где галочки ставите только то что вам надо а надо вам именно симу и убирайте 126 все игра у вас лежит в папке rom версия у вас нужное идете опять на рабочий стол запускаете этот какого приложение симу да и у вас появляется игра устанавливать dlc ставите какие вам надо моды если вам надо и и все так как вы заранее уже нажали save to steam еще в steam room manager игра у вас уже игра у вас уже игра у вас уже будет в этом в игровом режиме появляться все ничего сложного ничего не изменилось все тоже самое абсолютно это видео можно даже было не записывать потому что ничего не поменялось я это все сделал при вас в реальном времени то есть не когда-то там ну как видите никаких проблем абсолютно ребят и когда мне в комментариях пишут что все это видео бесполезное ребят ну вы просто включите голову и посмотрите другие видео есть отдельные видео на установку ему дек то все показано досконально ну вы представляете если бы я в видео на установку зельды опять начал рассказывать как устанавливать ему дек когда об этом есть целое видео ну странно же по моему странно поэтому говорить что не несет это бред и там кучу делов надо сделать со steam room менеджером ну какую кучу то там ничего делать не надо вы зашли в steam room менеджер выбрали ваш эмулятор и все и ничего нажали кнопку превью и потом кнопку парсерс все три действия три что там еще делать я не знаю поэтому я конечно не книг про кого никак не хочу сказать я просто вас убеждаю вы смотрите видео какие есть гайды потому что ну действительно сложно делать сначала сделал видео по этой теме а в следующем видео опять возвращаться и делать то же самое то есть для чего тогда делать два разных видео блин блин а если потом появится какая-то новая игра которую надо запускать через сэму опять в ней надо рассказывать про установку ему дек нет это странно поэтому друзья ничего сложного просто внимательней немножко и все будет у вас круто все вы поставите в любые игры поиграете steam дек это супер не увидел ни одной проблемы вообще с осью steam с я просто наоборот рад что такая ось есть я на ней играю не рекомендую никому переходить на винду ну вы просто портите весь кайф от портативки мой взгляд это только мой сугубо личный взгляд никого не осуждаю нравится пожалуйста делал каждого абсолютно даже уже футбол можно поиграть 23 до оффлайн но и бог с ним так что друзья смотрите подписывайтесь обязательно если вам это было интересно и вам это действительно помогло то есть подписывайтесь ставьте лайки заходите на бусте там всегда видео появляются раньше заходите на второй канал где мы просто играем и ничего больше не делаем ничего не рассказываем и ничему не учим а просто играем какие-то воли новинки там и не только в новинке на этом все увидимся в следующих видео до новых встреч друзья пока пока пока